В чаши стадиона Самара-Арена готовят основу для футбольного поля. На нее ляжет рулонный газон толщиной 30 миллиметров. Поле после посева и врастания упрепят прошивкой специальными полимерными нитями. Это гибридный газон, он более долговечный. Сейчас на стадионе работают более 2500 строителей и 177 единиц техники. Готовность Самара-Арены 70%. Самарский стадион посетили участники 6-го операционного визита FIFA и Оргкомитета России 2018. В целом эксперты остались довольны. В Куйбышевском районе Самары после реконструкции открылся стадион «Нефтянник». Реконструкция спорткомплекса началась в 2013 году. И спустя 4 года устроены трибуны и коммуникации. Искусственное покрытие футбольного поля и беговые дорожки. Отремонтировано помещение для тренажеров и боевых искусств. Все сделано по самым современным стандартам. «Нефтянник» стал одним из обновленных спортивных сооружений города. Тренд на здоровый образ жизни сохраняется. Всего за последние несколько лет в Самаре построено 70 стадионов и физкультурных площадок. К чемпионату мира по футболу в Самаре активно готовится и обслуживающий персонал. Кондукторы и водители общественного транспорта скоро заговорят по-английски. Обучить языку за счет перевозчика планирует около тысячи человек. В программе 36 часов иностранного и 18 часов краеведения. Подтянуть знания иностранных языков предстоит экскурсоводам и сотрудникам гостиниц. Встречать гостей на понятном им языке готовятся рестораны. Во многих заведениях выпущено меню на английском. Еще один детский сад на 240 мест практически готов принять воспитанников. Учреждение построено в Самарском микрорайоне «Волгарь». На подходе еще одно точно такое же здание. Учреждение строится по госпрограмме. Основная идея проекта – чем больше в регионе строится жилья, тем больше он получает денег на социальные объекты. Самарская область – один из лидеров по жилищному строительству. В микрорайоне «Волгарь» в этом году будет сдано больше 100 тысяч квадратных метров. На финишную прямую вышел капитальный ремонт площади Куйбышева. Уже в ноябре состоится традиционный парад памяти. Капитальный ремонт идет по графику. План выполнили почти на 85%. В скверах восстанавливают и обновляют плиточное покрытие, приводят в порядок ограждения. Из четырех скверов почти завершены два. Рабочие подготовили коммуникации для освещения системы автополива. Уложили плитку. Строители восстанавливают гранитный борт вдоль площади. При необходимости проводят бетонную заливку, чтобы укрепить плиты. На самой площади идет фрезеровка старого покрытия. Рабочие сняли 36 тысяч квадратных метров асфальта. Работы ведутся днем и ночью. Гарантии на капитальный ремонт площади Куйбышева – пять лет. Но срок обслуживания в разы больше. Открыть ее обещают уже в конце октября. Уложиться раньше срока обещают подрядчики в Струковском саду. Сейчас работы выполнены уже наполовину. Строители проложили коммуникации для освещения и системы автополива газонов. Отремонтировали ограждения. Продолжают укладывать плитку. В октябре в парке начнут устанавливать новые скамейки, урны, вазоны. А также спортивное оборудование. По проекту здесь также появится скейт-парк, который будет соответствовать международным нормам. В Самаре началась реставрация памятника Чапаеву. Стоимость контракта свыше 13 миллионов рублей. Это первая реставрация памятника. Специалисты обновят сам постамент, мраморную плитку и гранитный полк. А также скульптуру Василия Чапаева и красноармейцев. При этом группу демонтировать постамента не будут. Тут предстоит заново изготовить из бронзы штыки, пулеметы, ремни и шашки. Все работы должны быть завершены не позднее 15 декабря этого года. В Самаре завершается комплексный ремонт улицы Красноармейская. Ее приводят в порядок по программе развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольятинской агломерации в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы начались в прошлом году. На участке от Урицкого до Максима Горького обновляют дорожное покрытие. Газоны, бордюры, наносят разметку. Уже привели в порядок ливневую канализацию и колодцы. Также здесь установят дорожные знаки и тактильную плитку. Сейчас работа на завершающей стадии. Степень готовности 80%. За качеством нового покрытия тщательно следят на всех этапах ремонта. Регулярно берут пробу асфальта и отправляют в лабораторию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова